Анна Дашевская Часть первая Наследство Бабушка умерла через два дня после того, как ей исполнилось 90. Приняла поздравления от всех, кто позвонил, начиная с родственников и заканчивая управлением здравоохранения Москвы. Выпила с семьёй шампанского, настоящего, моэты шандон, а не какого-нибудь простенького просекко. На следующий вечер сходила с невесткой на органный концерт в соборе Петра и Павла. Придя домой, попросила ещё бокальчик шампанского и легла спать, а утром попросту не проснулась. После похорон мы с мамой сидели на кухне, пытаясь осознать, как это мы тут вдвоём всегда же была бабушка. «Таточка, надо завтра к нотариусу сходить», сказала мама, рассеянно собирая со скатерти хлебные крошки. «Вот досталось бы нам от бабушки за такой беспорядок», пронеслось у меня в голове. Вытряхнув эти мысли, я переспросила, «К нотариусу зачем?» «Ну так завещание же». «Ма, какое завещание? Что туда вносить, эту квартиру? Больше у нас ничего нет». Мама тяжело вздохнула, и я поняла, что не так всё просто, как мне всегда казалось. У Александры Михайловны был счёт в банке и ячейка в хранилище. Объяснения прозвучали для меня странно. «Ячейка? А там фамильные бриллианты?» Я хихикнула. «Ну не вязалась в моём воображении бабушка, врач с 60-летним стажем и характером железной леди и нечто, спрятанное за сейфовыми дверями в банке». «Не знаю, что там. Мне не сообщали», — сухо ответила мама, «но мне известно, что Александра Михайловна стала хранить там какие-то свои вещи после твоего замужества». Тут я заткнулась, разумеется. «Наверное, надо кратко пояснить, как всё это скрутилось в такой странный узел». «Итак, я зовусь Татьяна. Поскольку преподаю, ученики называют меня по имени и отчеству Татьяна Константиновна, но такой вариант остаётся в стенах школы. Имя это я не люблю, поэтому откликаюсь только и исключительно на Тату, и впредь так будет». Несмотря на вполне солидный возраст, а мне исполнилось в мае 29, жила я с мамой и бабушкой, вернувшись в родной дом после развода. «Брак оказался плохой идеей. Может быть, именно этот человек для меня не подходил, или я для него, но ничего у нас не вышло». «Бабушка Александра Михайловна была матерью моего отца. Да, вот такой странный альянс. Отца я практически не помню. Мне было лет шесть, когда он решил с мамой развестись, после чего от был в неизвестном направлении, а мы остались». «Надо ли говорить то, что мы остались в квартире на улице Фадеева, было решением бабушки?» Всю жизнь мама называла её по имени и отчеству, слегка побаивалась, но, кажется, любила. И, кажется, не без взаимности. Я же сходила замуж на пару лет, вернулась домой и продолжала жить и работать, как раньше. «Ах, да, забыла сказать, я преподаю сольфеджио в музыкальной школе, обычной, районной». «Ну вот, а теперь бабушка умерла, и нужно как-то устраивать нашу жизнь по-другому, без неё. Вот, например, сходить к нотариусу». Мама давно мне что-то говорила, но я не слушала, задумавшись. Наконец, она привлекла моё внимание, хлопнув ладонью по столу. Я очнулась и подняла глаза. «Прости, не расслышала, что ты говорила?» «Господи, а как ты будешь жить, когда я помру?» Мама возвела глаза к небу, ну, то есть к потолку. «Спрашивала я, спрашивала. Ты завтра работаешь?» «Нет, я же в отпуске по 25 августа». «Тогда завтра с утра и пойдём». Александра Михайловна накануне, знаешь, словно чувствовала. Она мне дала координаты нотариуса, к которому обращалась. «Хорошо, пойдём с утра». Покладиста согласилась я. «Прости, я иду спать, устала. Да и ты отправляйся. Посуду завтра помоем». «Вот ещё глупости». Мама энергично встала. «Александра Михайловна этого бы не одобрила. Да и что там работы-то в посудомойку загрузить? Иди ложись. Тебе тоже досталось». «Ну, досталось, не буду спорить. На меня свалились бабушкины бывшие коллеги, а это не фунт изюму. Коллег этих осталось не так уж много, но их средний возраст далеко переваливает за 150. Шучу. Бабушка была самой старшей, но остальные тоже уже сильно не молоды, забывчивы и обидчивы. Всех нужно было утешить, поговорить, выслушать и не учесть у кого какие пищевые фобии. Досталось, да. Я долго ещё лежала в кровати, смотрела, как проползает по потолку свет фар от машин, проезжающих по нашей тихой когда-то улице Фадеева, прислушивалась к неумолчному шуму Садового кольца, где-то там, вдалеке, и сама не заметила, как уснула. В нотариальной конторе я доселе не бывала, просто незачем было. Не имелось у нас никаких родственников, от которых можно было бы получить наследство, а других причин для пользования теми услугами я и не знала. «И что?» — спросила я у мамы. «Мы просто вот так пойдём в первую попавшуюся нотариальную контору и спросим, нет ли завещания». Мама усмехнулась, не без яда. «Ну что ты?» Александра Михайловна всё расписала в подробностях. «Вот, смотри». На листке бумаги чётким бабушкиным почерком были указаны имя нотариуса, адрес и телефон конторы, часы работы и перечень документов, которые нужно иметь при себе. Ещё была приписка «Позвонить и записаться на определённое время и прийти за пятнадцать минут». «Ладно, это всё прекрасно. А само завещание где?» «Там». Мама кивнула куда-то в сторону окна. «Вот у этой самой Любови Николаевны Фукиной. Мне в руки Александра Михайловна документ не отдала. Сказала, что я потеряю». Я не стала это комментировать. Рассеянность мамина и в самом деле по десятибальной шкале тянула на одиннадцать. Нотариальная контора, указанная бабушкой, была совсем недалеко от нашего дома, буквально на соседней улице. Первое, что бросилось мне в глаза — длинный и какой-то извилистый коридор, неожиданно забитый людьми. На немолодую даму, сидящую за стойкой с табличкой «Дежурный администратор» наседали со всех сторон с вопросами, документами, справками, копированием и заверением. Дама умело отбивалась. Я посадила маму на освободившийся стул, глубоко вдохнула и растолкала толпу. «Нам назначено на двенадцать-тридцать», сказал я администратору, «завещание». «Да, ба ждут в пятом кабинете», — кивнула она. «Проходите». И мы прошли. Ничего неожиданного в завещании не было. Квартира завещана мне, с обязательством заботиться о маме. Счет в банке нам обеим в равных долях. Правда, на счету было слишком много денег, и это уже показалось мне странным. Конечно, бабушка всю жизнь работала, и работала с утра до ночи, но все же цифра была внезапной, да. А еще к завещанию прилагался адресованный лично мне конверт. «Александра Михайловна особо оговорила, чтобы вы прочли это письмо вечером и в одиночестве», поджав губы, сообщила нотариус. «Мне показалось, что поджатые губы и общее недобрение всего вокруг в принципе прописались на улице навеки». «Хорошо», — кивнула я. «Так и сделаю». Вы, конечно, знаете, что вступить в права наследования вы сможете только через полгода. Это время отводится на то, чтобы проверить, нет ли других наследников в завещании неупомянутых, но имеющих право на долю в имуществе. Однако Александре Михайловной было оговорено в особом распоряжении, что часть денег со счета должна быть выделена вам на этот период для использования. «Это понятно?» «Вполне», — я поднялась. «Мы, конечно, кое-что зарабатываем, но деньги нам пригодятся. Когда мы можем получить справку для банка?» «Видно было, что маме страшно любопытно, что же в письме, но она молчала до возвращения домой. «Ну?» — спросила она, едва за нами захлопнула с дверь. «Сказано же, вечером», — покачала я головой. «Ты же знаешь, бабушка ничего не делала просто так. У неё для этого было слишком мало воображения». Вздохнув, мама привычно согласилась, и мы занялись домашними делами. После поминок надо было убрать посуду, пропылесосить и сделать прочие неинтересные, но необходимые вещи. Прочитав бабушкино письмо, я взяла назад свои слова о том, что у неё не было воображения. Судя по написанному, его было слишком много. «Таточка, есть две вещи, которые я не желаю доверять чужому человеку, поэтому в завещании не указываю. Первое. В офисе Сбербанка у метро на моё имя имеется ячейка. Ты там указана со владельцем, так что можешь пойти и получить всё, что в этой ячейке лежит. Второе. Не знаю, помнишь ли ты, что мой отец, а твой прадедушка Михаил Иванович жил и умер в городе Бежице Тверской области. К сожалению, я не была на его могиле уже больше двадцати лет. Это плохо, но были обстоятельства. Так вот, я прошу тебя поехать в Бежице, разыскать на городском кладбище могилу моего отца, привести её в порядок и заказать поминальную службу. К сожалению, наш дом был снесён после его смерти, так что тебе придётся найти, где остановиться. Все документы, касающиеся жизни и смерти отца, в письменном столе, нижний ящик. Я знаю, что пять лет назад была жива моя троюродная племянница, твоя совсем уж дальней родственница. Если она по-прежнему жива, а почему бы нет, Розалия меня почти на тридцать лет моложе, она поможет тебе сориентироваться. Розалия Львовна Науменко, улица Кашинская, дом 32. Будь счастлива, Таточка, пожалуйста. Да уж, Александра Михайловна, озадачить вы умеете. Субтитры создавал DimaTorzok